привет друзья сегодня у нас будет с вами новый новогодний сюжет рисуем мы на такой же бумаге как и предыдущую новогоднюю зарисовку у меня вот такая вот такой альбом такая склеечка jackson's на самом деле обычная пастельная бумага у нее такая чуть-чуть клетчатая до фактура уже все заляпала а сегодня будем рисовать мелками мягкими это extra soft сенелье я прикреплю как выглядит обложка потому что у меня такой потрепанный набор видите здесь все уже такое разрозненное но что мы с вами сравним помните тогда у нас была твердая довольно твердая пастель вот такая jackson's да эти мелки они сопоставимы с твердыми стиками faber castle например да и там те же гэлери минжу кахиноры которые более твердые здесь мягкая пастель пастель ручной работы это определить можно потому как выглядит сам мелочек да давайте какой-нибудь вытащим то есть видите сам мелок он немножко ну не немножко он неровный потому что вручную его вот так вот скатываю да это после ручной работы она мягче очень много пигмента действительно много поэтому вы просто прикасаетесь к поверхности бумаги мелком и все очень-очень ярко и красиво это плюсы да какие минусы конечно довольно большой расход если вы закрашиваете большую плоскость сразу но и нужно быть осторожными если вы только начинаете есть смысл взять пастель просто софта либо даже какие-то и и hard твердые мелкие просто чтобы к ней привыкнуть потому что они во-первых очень нежные очень пигментированы то есть не успеваешь дотронуться уже много цвета поэтому требует аккуратной работы рисуем и красивый такой сюжет довольно он не сложный чтобы наметить всю эту красоту нам понадобится мелочек можно карандашом я буду намечать вот таким светлым бумагу меня темно-синяя мне кажется она очень хорошо нам подойдет намечаю я кстати это не не мягким мелок это по моему это по моему галере они но обычной мягкости мелкие не не супер такие мягкие передний план обозначаю где будет стоять подсвечник правильно нет как это называется скажите мне господи я забыла ну куда вот хотя или подсвечник куда свечу помещают вот эти вот красивые красивые штучки так сделаем прям симметрично по серединке есть на чуть чуть выше всю эту историю подняла можете на три части примерно поделить линию которую мы наметили и взять и две крайние здесь наметить основание и вот так будем вести наверх наш домик домик в котором будет ангелочек и будет идти такое красивое свечение чуть чуть наверное выше я домик сделаю до чтобы его мы могли лучше прорисовать проверяем его по форме так наверное более вытянутый очень квадратным я его сделала пока что вот можно примерно так наметить надпись как мы с вами сделаем покажу то есть сначала мы там будем делать цветом и потом вокруг уже коричневым заполним чтобы ровно получилось я сразу могу немножечко где-то растушевать просто чтобы мне было понятно где находится форма моего домика и возможно мы его потом по краям еще с вами сократим так то что находится у нас на дальнем плане наверное мы с этого это волосы с этого начнем елочка на где светится на ней огоньки виде сердечек в общем все прекрасно по цветам цвета там конечно на фоне это это все пока что хорошо да это все можете только себе обозначить трубу просто чтобы ее не забыть труба на уровне вот окончания домика где-то здесь так кстати насчет экстра мягких мелков видите вот здесь например да что же фотоаппарат по моему упал у меня в мелки и вот собственно все вот вот такие вещи образуются что поделать так начнем с фона бумага темно-синяя там есть и такие темные цвета но есть и более более яркие вот один из мелочков сонелье этот кстати еще почему-то но все пигменты тоже разные понятно он достаточно жесткий вы можете жесткий в плане знаете как ты сам пигмент в нем такое ощущение что он более твердый то есть по звуку вы можете заметить что он как будто бы чуть-чуть царапает бумагу но цвета видите все равно остается очень много также мы этим цветом можем примерно пока что наметить елку сейчас очень все по цвету похоже надеюсь здесь все видно но кстати насчет бумаги я вижу что она не полностью естественного так забирает пастель ячейки сами они не очень крупные поэтому работа идет больше по поверхности бумаги добавим теперь более яркие оттенки мне хочется больше вот такого сиреневого здесь кстати выглядит глупо вот отдельно дал как будто более сиреневатый мелок но такой васильковый скажем так на бумаге он какой-то более голубой но это значит только то что мы к нему потом до мешаем розовый чтобы у нас более сиреневый цвет был несколько вот таких свечений можно добавить красиво цвета и друг с другом тоже перемешиваются видите здесь такой новый оттенок более голубой выходит так возьмем теперь синий поярче он уже видите более мягкий как будто более масляный слышно и по звуку что нет вот такого шуршащего звука царапания еще по добавляем несколько оттеночков и и я думаю будем растушевывать чуть-чуть розово чтобы немного более сиреневый цвет был конечно если бумага у нас ну вот такого обычного плана как то на который сейчас я рисую то мягкие мелкие и экстра мягкие то конечно то что нужно потому что в противном случае получается что довольно тяжело может идти работа идеальный вариант конечно хорошие мелкие хорошая бумага но хорошие это именно в моем восприятие абразивной вроде пастельмата потому что какие-то эффекты и очень здорово происходит здесь один из плюсов что быстро растушевывается все по поверхности на пастельмате понятно быстро такой растушевки происходить не будет немножко розового добавляю фон здесь есть какой-то предмет который там заблюрен с левой стороны мы его так очень образно покажем чтобы вот такой сиреневый цвет получился перемешиваем и можно еще немножечко яркости сиреневого мелка конечно совсем другой эффект то есть вы наносите и все у вас уже сразу цвет ничего дополнительного делать не нужно это конечно удобно так что мне кажется с синим у нас все хорошо я бы только еще добавила яркости в серединке и потом уже можно туда помещать сердечки где-то здесь вот так вот чуть чуть больше яркого цвета есть кстати там и такой зеленый оттеночек здесь кстати у меня это набор для портрета не эти цвета подходили и здесь нет зеленого что мы можем сделать чтобы добавить такой немножко зеленый оттеночек чуть-чуть на елку берем желтый до желтый синим прекрасно делает нам зеленый цвет и и что еще сейчас если найду такой классный был мелок очень ходовой поэтому он почти закончился такой нежный нежный и в то же время очень классно по цвету темный темный синий глубокий очень-очень насыщенный сейчас вам покажу смотрите какой он делает плотный цвет то есть никакой разбеленности вот этого черного цвета как иногда бывает да он нам дает напротив очень очень плотное нанесение прям мягкость такая прям как бархат наносите в чем прекрасно прекрасно решила все таки я добавить как там на референсе у нас присутствует даже не объяснить что это носила это на на дальнем плане темненький не помешает чтобы в будущем нам выделить наш домик ну и конечно сама работа намного быстрее происходит когда вы нанесли яркий пигмент о нет у меня на кресло кот запрыгнул и еще сейчас что-то может произойти крайнем случае если он не ляжет так давайте попробуем да он пытается пролезть так вроде пока все спокойно так сердечки сердечки разных оттенков начнем со светлых возьмем светло-желтый он тоже вот такой вот очень нежный по фактуре по цвету видите сразу сразу он оставляет след наметим несколько сердечек вы можете заранее решить где у вас будут там желтенькие где будут розовые где зеленые но учитывайте то что есть подложка на поэтому они будут желтый соответственно чуть-чуть с зеленым оттенком поэтому если вы хотите более теплый цвету заранее это можно предугадать взять мелок с более розовым оттенком в нем ну вот скажем да мы сделали с вами желтенькие так вот мизинчиком я аккуратно как галочку делаю и будет получаться вот такой мягкий эффект так ну что очень даже что еще можно сделать с интересных приемов так на пальчик набираете цвет и видите некоторые сердечки они как будто в таком в тумане можно сказать вот таким образом вы делаете самые мягкие из них я думаю уже можно перейти на какой-то оттенок более более такой розовый давайте попробуем вот такой розовый цвет сейчас учитывайте то что синим они конечно объединяются поэтому где-то нужно поактивнее возьму вот такой теплый розовый видите тоже то есть даже с пальца идет нанесение очень яркая очень цвет насыщенный а если мы наносим вот так вот мелочком то эффект вообще очень яркий и намного намного все конечно попроще несколько можно сердечек вот таких розовых поярче там конечно не совсем такой розовый цвет мне хочется чуть-чуть здесь просто пятнышко такое сделать чуть-чуть больше яркости и остальные давайте сделаем с с розовым снежным цветом располагаете их тоже не очень симметрично где-то они могут наслаиваться один на другой где-то оставляйте по какие-то промежутки но во всяком случае так чтобы она на вашей работе интересно красиво все выглядело чтобы все нравилось да так и можно несколько наслоение сделать наслоение вообще хорошо буду смотреться поэтому не пренебрегайте из того что если чисто брать этот набор до чего не хватает какого-то сиреневого похожего на вот такой да по яркости чтобы его можно было добавить но ничего мы с розовым тоже сейчас красиво все сделаем так ну смотрите уже да чуть-чуть мы просто парочку движений сделали все уже красиво смотрится давайте вот такой вот наш сиреневый который уже был сделаем с ним еще сердечки так небольшие такие как эхо повторчики легкие здесь по краям где-то такие свечения небольшие танк и можно теперь выделить какой-нибудь прям такой самый а кстати вот этот я не взяла цвет а это это знаете что что это что это это боже по-моему это шминки шминки по моему забыла отдельно покупала мелок по скидке правда небольшой какой цененый был мелок они очень тоже очень мягкий забыла я вспомню я допишу но мне кажется что это шминки был они хороши конечно смотрите смотрите какая красота то есть вот это вот вот какая-то мягкость это просто да что-то с чем-то можно сказать я думаю несколько прям таких на ярких сердечек сделаем так и давайте еще какой-нибудь сейчас подумаю выделим дайте вот это чуть-чуть так и когда вы пальчиком тоже касаетесь вы чувствуете вот эту текстуру очень очень мягкую такое это все тоже тактильно конечно очень приятно так и вот сюда в это свечение потому что это не совсем как бы да это не совсем у нас сердечко это просто такое свечение добавлю сюда желтенького яркого давайте посмотрим на на все эти сердца что-нибудь чуть-чуть сюда допросится давайте сюда какой-нибудь розовый вот такой по намешаем не очень чтобы он был светлый как такие какие-то птички галочки получились так смотрю что это знаете я на вот этот кусок и чуть-чуть мне яркости хочется вот так вот добавлю красиво как раз будет что здесь да есть такой акцентик здесь он присутствует композиции будем делать теперь наш домик вы видите что огоньки они светлее да они намного ярче чем сам дом да сейчас я краешек этого мелка почищу мы сюда еще поставим с вами такой блик поэтому выбирайте оттенок какой-то не самый яркий можно даже вот такой план будет чуть-чуть зеленоватым казаться но мы его обыграем он сейчас по тону именно по тону да по его светлоте очень нам подойдет такие четыре бугорка я рисую главное главное чтобы чистые пальцы были и ведем так и сглаживаем потом в другую сторону такой пряничный домик так посмотрел сейчас ровно не ровно но ничего делаем его теперь теплее да то есть умею стон то он нормальный чуть-чуть давайте добавим ему теплоты даже вот такого можно капельку розового немножко 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 такого светящегося закатного добавить вот чтобы он в этот зеленый не уходил чтобы теплый цвет был далее беру коричневый мелок он должен в принципе прям подойти по цвету единственно можем его потом чуть-чуть сделать посветлее сейчас кстати сделаем то что я не доделала свечение больше вот здесь подготовим вокруг этой трубы до специально чтобы ее выделить потому что где-то я недостаточно это сделала час вот так и еще разочек трубу туда помещаем мы добавим ей потом и более четкий контур но можно принципе и сейчас сделать как такое свечение тоненькая это работает если довольно острая сторона у мелочка так теперь 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 мы тем же светлым мелочку можете какой-то желтый или бежевый взять прорисуем чтобы уже было более менее понятно вот этот вот контур а дальше мы скорректируем форму с коричневым да то есть тот коричневым будем снизу добавлять и как раз оставлять вот эти зубчики главное проверяйте чтобы домик оставался ровным да потому что во время наших манипуляций там может все что угодно с ним случится так что еще свечение которое у нас осталось в домике здесь прям ручки и потрите ли более менее как-то нужно почистить мы сделаем с вами сначала контур ангелка посередине вот так делаем такую юбочку сейчас по высоте посмотрим так голова заканчивается ниже чем начинаются вот эти чем крыша начинается поэтому вы можете вот такую вот форму наметить добавить крылья так и сейчас будем заполнять серединку в серединку добавляем розовый чуть-чуть его выводим на фон и можно это дело растушевать так сюда еще подключаем с вами сиреневый и тоже все это аккуратненько вот так вот перемешиваем здесь как раз объединяться голубой желтый розовый розовым можно побольше да потому что у меня он такой нежный достаточно хочется чтобы было поярче теперь сделаем низ там есть такой охристый цвет довольно плотный да добавляю он нам нужен не очень яркий потому что самый яркий будет наш огонек и поговорим как нам сделать огонечек ну пока что да еще и давайте чуть-чуть дойдем вот так вот вниз оставим эту форму пламени то же самое да слева розовый можно чуть голубого и голубой справа мы сделаем такую подложку для этого нужен будет немножко оранжевый либо персиковый оттенок да то есть сейчас покажу подойдет какой-то вот такой то есть мы капельку перекрываем бумагу можно даже слегка взять персиковый растушевать и давайте даже чуть-чуть желтого потом на это все будем добавлять уже прям супер светящийся яркий цвет вот такой светло светло бежевый его добавляем достаточно ярко вот так сильно вот так вот рисуем наше пламя и с белым белый мы добавляем в серединку можно прям вот так вот этот у меня кстати не вот этот белый не сын илье это 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 рембрандт вот этот вот это по моему вот это вот то что вы видите вот это по моему был наш белый до его туда серединку насколько получится поместить и еще можно чуть-чуть добавить желтый контур такое свечение чтобы теплое шло от огонька так чуть-чуть теперь будем затемнять затемнять чтобы больше у нас выделилась пламя я вот так набираю на пальчик синий сейчас можно даже кстати немножко схитрить сейчас покажу то есть мы добавляем синий я даже могу понамешать немножко на пальчик синий вместе с розовым на разные оттеночки синего можно сюда добавить то есть одной стороны чтобы цвет был достаточно ярким да но с другой стороны чтобы он был темнее чем пламя и пламя он выделял рядом с пламени можно даже пройтись прямо здесь намешать чуть-чуть синий и розовый вот так и вот пламя становится у нас уже ярче так теперь нужно довести до дома эту форму поэтому коричневым мы сделаем сейчас вокруг домика да то есть будем немножко восстанавливать то что было и кстати надпись да нам надо тоже с вами сделать сейчас мы нижнюю часть делаем и перейдем потом к надписи так так вот приглаживаю надпись надпись что делаем да там где находятся буквы мы с вами просто такой прямоугольничек пока что можно сказать закрашиваем учитывайте что там справа цвет более темный чем чем наша вот это вот деревяшка хотел сказать коричневый цвет самого дома да поэтому вот справа можете потемнее нанести слева пока что так оставить и потом еще дополнительно туда светлым мелком добавим свечение коричневым очерчиваем прямоугольник на то есть над ангелочком так все давайте голову вернем ангелу вот такой вот у нас будет заодно кстати и вот вот эти зубчики сделаем чтобы примерно справа и слева у вас получилось одинаковое расстояние вот так очертили прямоугольник сейчас правда я каких-то своих зубчиков наделаю но ничего так теперь делим искать ровно пополам ровно не получилось и нам нужно сделать разделение для для наших четырех буковок интересно сейчас вот с такой толщиной мелко получится ли что-то путное и мы как бы вырезаем из этой формы да то есть буковки x сейчас ничего если у вас как у меня также странно мы это поправим так ну очень спорно да вышло так сейчас будем заниматься ювелирной работой м немножко выделим можно конечно и было не париться сделать все поверх но хотелось чтобы там эти цвета светились если где-то мы вышли на те участки где должен быть коричневый то закрашиваем и ставим акцентики да чтобы у нас просто более менее они читались наши буковки читались наши буковки контур делаем у ангелочка на вот такое свечение чтобы на крылышках появилась так чуть-чуть еще вот так подрежу чтобы было ровнее наша надпись так 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 Прям просится карандашик, но не знаю, делать, не делать с карандашом. Не знаю пока. Так, это коричневое мы сделали. Это мы тоже с вами сделали. Можно чуть-чуть еще свечения в основании свечки, чтобы там было больше желтенького, и нам понадобится довольно темный коричневый, вот такого плана. С ним мы выделим некоторые детальки, то есть здесь можно вот так вот под крышей чуть-чуть пройтись, сделать основание, свечение, которое пойдет отсюда из отверстия, и довольно яркую поверхность нашего стола. Видите, как красиво смотрится такой вот желтенький и теплый вместе с синим вместе. Противоположные цвета вообще очень хорошо смотрятся друг с дружкой. Его же чуть-чуть в саму свечку я нанесла. Можно немножко растушевать в стороны, добавить серединку свечения, сдуваем, убираем лишнее. И по теплым оттеночкам сейчас пройдемся. С темно-синим я хочу теперь выделить крышу. Да, то есть чтобы где-то были места еще более темные, чтобы домик выделялся. Ну все, давайте мы будем заканчивать. Последние самые яркие штришочки добавлю. Ну и что хочется сказать, да, что разница она, конечно, есть. То есть выбирая более твердые, либо более мягкие, дорогие материалы, получается эффект тоже разный. Это, знаете, не то что разный эффект, разное количество трудозатрат, скажем так, которые у нас уходят. Потому что чтобы добиться яркого цвета с твердыми мелками, это, конечно, надо очень-очень сильно постараться. А тут, когда они сами за нас все делают, это совершенно другое ощущение. Так, ладно, то есть сейчас все сердечки переделаю. Вот. Ну что, здорово, да, такая милая композиция у нас получилась. Так, 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 а последнее, да, что-то надо почетче сделать. Наш домик. Так, ну вот так вот по краям, да, слегка. Отлично. Ну что, мы молодцы, надеюсь, у вас тоже хорошие домики получились. Напишите, какими вы материалами делали и про разницу, что вы думаете, заметно ли это визуально и замечаете ли это вы, когда работаете сами разными по качеству материалами. видео. Спасибо вам, что сегодня вместе со мной рисовали. До новых встреч, друзья. Пока-пока. 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 Пока-пока.